Я вам сейчас расскажу, каким образом можно самостоятельно истолковать свои результаты по тесту Одизиса. В конце 70-х годов, в начале 80-х, бизнесмен и тренер по менеджменту Ицхак Одизис задался вопросом, почему во всех книжках по менеджменту существует описание некого идеального менеджера, которого готовят, которого учат и которого воспитывают. И это описание представляет себе некий образ человека, который следит за выполнением плана, чтобы лопаты вовремя производились, чтобы статьи вовремя публиковались. Ну, в том смысле, чтобы их производилось достаточное количество, необходимое для успешной работы предприятия. Одновременно с этим этот человек следит за распорядком, за тем, что бухгалтерия, налоги, документы оборот, вся вот эта административная надстройка над предприятием, она тоже была в порядке и, желательно, не просто в порядке, а в хорошем состоянии. В-третьих, этот человек мыслит стратегически, менеджер всегда мыслит стратегически, какие лопаты мы будем выпускать через 10 лет, что требует рынок, что требуют наши пользователи, каким образом мы можем занять новую рыночную нишу и как мы будем развиваться. То есть это тоже входит в круг обязанностей менеджера, руководителя, человека, который работает над проектом. И в-третьих, этот человек такой, который, ну, он понимающий, он объединяет, он интегрирует всю команду, все предприятие. Он такой отец, к которому можно прийти, посоветоваться, и он войдет в положение и так далее. То есть вот четыре таких ключевых вещи, которые обязательно есть во всех учебниках по менеджменту. И вот Ицхак Адизис задал себе вопрос, а почему во всех книжках такие люди есть, а в реальности мы очень редко с такими людьми, там, гармоничными и сталкиваемся. Обязательно руководитель или человек, который работает в команде, обязательно у него там либо с лопатами все плохо, или наоборот там с административкой, с бюрократией все хорошо, или это такой человек, который, а давайте, давайте что-нибудь придумаем, а давайте срочно что-нибудь сделаем. То есть человек инициативный, который стремится все больше и больше к чему-то такому новому, воплощению своих идей, генерации этих идей. И вот есть люди, которые в командах, а не интеграторы, которые объединяют команду, а есть те, которые совершенно единоличники, которым тяжело работать в таком согласованном коллективе и согласованной коммуникации. И задав этот вопрос, проведя несколько исследований, Ицхак Адизис вывел свой принцип, который сейчас вот уже несколько десятков лет системно и регулярно пропагандирует. И тот принцип, который поможет понять, как работает ваша команда и что в ней можно улучшить, что можно здесь, каких людей стоит пригласить для того, чтобы работа вашей команды была лучше. Значит, он разделил вот деятельность менеджера, деятельность людей в команде, и он разделил на вот эти четыре составляющих. П – производитель, А – административка, Е – предпринимательство, вот видение – это стратегия придумывания нового генерации идей, и интегратор. И разработал большой тест, который позволяет определить, кто из людей к какому, то есть создать вот такой портрет, портрет человека, у которого есть доминанты. Есть доминанты, допустим, у кого-то доминанта в предпринимательстве, у кого-то доминанта в интеграции, у кого-то там в административке. И что мне больше всего в этой системе нравится, что там нет правильных и неправильных ответов. Мы все очень разные, и задача не в том, чтобы поломать человека и сделать из него гармоничного вот такого четырехтактного менеджера. Задача не в том, чтобы поломать человека, перевоспитать его и сделать из него вот идеального представителя всех этих четырех составляющих. Задача в том, чтобы собрать команду, где люди с различными вот этими портретами, они дополняли друг друга. Тогда не нужно вымучивать из себя бюрократию, административку и выстраивание процессов, и выстраивание структуры, если это вам не свойственно. Достаточно пригласить человека, для которого это естественно, которому это нравится, кто в этом хорош, и дополнить команду таким человеком. Точно так же пригласить, если мы видим, что у нас в команде люди все с низким уровнем интеграции, мы можем пригласить человека, который стал бы центром, у которого и достаточно высокий показатель. И был разработан большой тест, был разработан малый, большой, там более 100 вопросов, но вот тот малый, который вы проходите, он показателен, он дает, может быть, не настолько точное именно числовое значение этих показателей, но соотношение дает хорошее, вполне достаточное для первоначальной диагностики команды и посмотреть, кого вам не хватает и кого вам стоит пригласить. В разных проектах я применяла этот принцип, применяла этот тест, и очень часто оказывалось, что в медийных проектах у нас очень много предпринимателей, людей, которые «а, давайте что-нибудь сделаем, а, давайте что-нибудь замутим». Достаточно много людей, которые производственники, те, которые «нам нужно сделать 200 новостей в день, нам нужно сделать 200 новостей в день», которые не всегда даже задумываются о том, зачем они это будут делать и насколько это повлияет на стратегию. Но очень и очень мало встречается в медийном сообществе, очень мало встречается людей с ярко выраженной высокой «а», людей, которые структурируют процессы, которые их упорядочивают. Поэтому мы, собирая различные команды для различных проектов, стремимся к тому, чтобы подбирать гармоничные команды, где люди бы дополняли друг друга по этим схемам, по тесту Одизиса. И что здесь важно иметь в виду? Если у вас показатель по малому тесту, если у вас показатель какого-то столбика меньше 20, это значит, что у вас эта специфика очень и очень слабо развита. И либо мы ищем действительно человека, который вас будет дополнять по этой роли, либо стремимся развить это у вас, хотя бы немножко подтянув этот показатель наверх. Та схема, которую вы получили, тот график, который вы получили в результате тестирования, это не один раз и не на всю жизнь. Это не гороскоп по дню рождения. Это схема, которая может изменяться в зависимости от того, над какими проектами вы работаете, чему вы учитесь, какую стратегию профессионального развития вы выбираете. То есть можно где-то раз в год проходить этот тест и видеть, как, если вы меняете тип деятельности, как эта схема будет меняться в зависимости от ваших проектов. Здесь важно рассказать, обычно вы можете прочитать, если вас заинтересовала вот этот принцип и эта схема, вы можете прочитать поподробнее. Есть три книги, которые основаны на этом принципе. Если вас тема эта заинтересовала, то вы можете почитать поподробнее. Есть как минимум две книги, которые есть на русском языке, которые можно прочитать по этой теме. Там есть и более детальная диагностика, и более детальное описание, каким образом эту схему можно применять в менеджменте вашей организации. То, что нам сейчас на первом этапе важно, и то, что нам нужно понимать, это то, что не бывает идеальных менеджеров, не бывает идеальных сотрудников в рамках медиапроектов. Бывают согласованные и несогласованные команды. И наша задача научиться не только выбирать людей в зависимости от того проекта, который мы будем делать, но еще и подбирать команды, чтобы люди между собой были сочетаемы, чтобы они совместно составляли ту успешную и эффективную команду, которую мы стремимся создать. Продолжение следует... Продолжение следует...